Да, спасибо. Ну, наверное, я добавлю чуть-чуть позитива, потому что мы все о проблемах, о проблемах, кто должен решать эти сформулированные вопросы. На предшествующей сессии представитель Минпропторга очень красиво ответил на вопрос, что у нас с микроэлектроникой. Он говорит, что все хорошо. Поэтому я хотел от отрасли связи, наверное, технологический аспект сначала затронуть, что с точки зрения технологий, которые должны отвечать задачам беспилотия и сопровождения беспилотных автотранспортных средств, с этой точки зрения все хорошо. То есть действительно есть и бесприводные технологии, которые могут формировать облако данных для цифрового двойника дороги. Да, там есть технологии LPWAN, которые позволяют на одной батарейке на морозах датчику-сенсору прожить год-полтора, хорошо функционировать, стоимость этих датчиков вполне доступна для масштабирования в рамках озвученных задач. Есть технологии, которые позволяют обеспечить тонкий, но более гарантированный канал связи в автотранспортное средство для того, чтобы, может быть, не управлять, но ключевую информацию от и на ведомое автотранспортное средство получать и передавать. Уже упомянули, что, наверное, более ресурсоемким на текущий момент с точки зрения трафика даже является не автомобиль, потому что обсуждали, какой быть машине, умной или скорее умной дороги быть. И действительно пошли комбинированным путем. Если говорить про подход умная дорога, там, так скажем, глупая машина, то этот подход предполагает съем с автомобиля не только телеметрии, но и порядка восьми точек обзора, которые расположены по периметру машины. Для этого нужен хороший видеоанализ, чтобы этот видеоанализ был не на борту, а за бортом автомобиля. Нужно его в хорошем качестве продавливать, отдавать на, так сказать, землю. И для этого нужны высокоскоростные беспроводные каналы связи. И такие технологии тоже есть. Есть технологии упомянутой сотовой связи, которая постоянно развивается. Сейчас есть временные задачи, связанные с импортозамещением этого типа оборудования. Но тоже там в стране выстроены приоритеты, и работа, наверное, однозначно успешно завершится в ближайшее время. Есть и другие технологии, так, например, промышленного Wi-Fi. Это тоже там более, может быть, узкоспециализированная история. Она там растет и развивается, может быть, с карьерных автомобилей, которые участвуют в разработке карьерным способом. И там отличительная особенность, что действительно это вот та инфраструктура, там, где базовая станция весит сотни грамм, питается базовая станция и антенка, значит, от требований к энергообеспечению, ну, такие же, как и к требованию освещения. И в этом смысле стоимость и скорость развертывания достаточно высокая таких сетей. И в том числе эти антенки и базовые станции можно размещать и на инфраструктуре освещения автодорог. Поэтому беспроводные задачи, вот подать беспроводной канал связи в автомобиль с точки зрения технологий, эти задачи уже там в отрасли связи решены. Также там, если подумать о том, как должны между собой взаимодействовать элементы цифровых платформ, не имея и не ограничиваясь в виду только автомобили, но и другими игроками, тоже там решены подобные задачи, причем и с точки зрения обеспечения информационной безопасности. Сейчас вот уже есть технологии программно-управляемых сетей, которые позволяют быстро там в идеологии plug-and-play простыми дешевыми устройствами обеспечить исключение всех профессиональных участников рынка для того, чтобы обеспечить взаимодействие между элементами цифровых платформ с должным уровнем кибербезопасности. И эти технологии есть. Наверное, коллеги дальше расскажут что-то еще и про космос, а, наверное, подтвердят, что и текущее развитие космических средств связи тоже, наверное, позволит участвовать в задачах сопровождения связевого беспилотности. Поэтому с точки зрения технологий отрасль в целом готова. Есть разные подходы, но для того, чтобы решить, наверное, вот этот принципиальный вопрос, кто первее, курица или яйцо. Вот бизнес, безусловно, он может быть драйвером, но для того, чтобы склеилась экономическая модель, скорее всего, потребуются объемы. Потребуется уже выход не на пилотное, какими-то пробными партиями производства элементов, всех элементов этой цифровой инфраструктуры, а, скорее всего, уже промышленное масштабирование, когда производство будет более дешевым, когда производители всех компонентов будут понимать объемы, когда можно будет загружать должным уровнем, должное количество смен производственной мощности. То есть объем дает цену. Цена дает склеиваемость экономической модели. После этого бизнес говорит, окей, а вот теперь я готов и подтверждаю, что это можно раскатывать не только на дороге, увязывающей две столицы, но и в целевом объеме все транспортные артерии. И вот здесь тоже коллеги упоминали вопрос, кто скажет все-таки, а какие объемы будут целевыми, и от чего всем плясать. И индустрия, которая является производителем цифровых компонентов, и связистам, и автодорожникам. И вот здесь, внимание, вопрос. То есть либо кто-то готов на себя взять то самое правительское решение и сказать, да будет так, это будут миллионы миллионов, или наоборот какие-то кастомные истории под определенной категорией грузов, или все-таки будет подход итерационный. То есть когда мы говорим о том, что вот на тех самых в хорошем смысле слова энтузиастах начинается продвижение пилотирования, когда потихоньку начинают создаваться шаг за шагом какие-то производства и внедрения цифровой инфраструктуры, когда срастается первая экономическая модель, понимание приходит, какие компоненты инфраструктуры дают наиболее существенный вклад в ее последующую оптимизацию. И далее шаг за шагом небольшие объемы, небольшие улучшения и так дальше выходить итерационно вот в светлое будущее. Поэтому здесь, наверное, такая развилка, да? Понятно. То есть вот яйцо или курица, да, вы это разматываете, но это похоже на дилемму между оппортунистическим и стратегическим развитием, да? То есть либо пробовать и масштабировать, исходя из результатов пилотов, либо все-таки иметь какой-то верхний целевой ориентир, который мы понимаем, что довольно сложно задать, поскольку все-таки определенный элемент венчурности есть в том сегменте, о котором мы говорим. Здесь, когда мы накладываем элемент венчурности на масштаб транспортной системы, мы понимаем, что это будет очень дорогой венчур, да? Особенно, если мы говорим про умную инфраструктуру. Безусловно, безусловно, конечно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...